Музыкальная общественность Якутии простилась выдающимся музыкальным знатоком, первым профессиональным якутским хормейстером, известным музыкальным и общественным деятелем, заслуженной артисткой России Февронии Байшевой. Одна из ознавоположниц якутского профессионального искусства, хорового исполнительства Якутии Феврония Байшева, родилась 8 июля 1925 года. В 1941 году она была принята артисткой хора Якутского театра. С тех пор она всю свою жизнь посвятила музыке. Феврония Байшева внесла неоценимый вклад в развитие хорового искусства. Почти 37 лет возглавляла хор-радио, также несколько десятков лет работала председателем якутского хорового общества. Глубокий знаток национальной вокальной культуры воспитала не одно поколение. Я бы сказала, что действительно она была гением, потому что она... Что такое хор? Она и ставила глаза, ну это все, вот и партитуры читать, это все. Это первое. Она была музыковедом, который писал, значит, и статьи, и доклады о проблемах, значит, хоровой музыки. Причем хоровой музыки не только, ну вот наших композиторов, но и как классику исполнять советские, вот эти, патетическая оратория звучала. И, значит, она была и руководителем, который мудро ведет свой хор, вот растет. Он вырос до 37 лет жизни, руководствуя ее хором радио, это он превратился действительно в настоящий филармонический хор. И как хорошо, что сейчас наш глава, Егор Афанасьевич Борисов, все-таки подписал указ о создании хорового коллектива филармонии. И мы думаем, что туда будут набраны уже по кастингу профессионалы, которые умеют читать с листа, и что этот хор будет назван именем первого хороместя.